Приступаем ко второй части видео. В первой части я показал и рассказал, как мы переводим главный двигатель и дизель-генераторы на тяжелое топливо. Кто не смотрел, переходите по ссылке в описании или просто посмотрите предыдущее видео. Если вы собираетесь работать механиком на грузовом судне, не важно, танкер это будет, контейнеровоз, химовоз, высокотгруз, рано или поздно вам придется выполнять эту процедуру. Предисловив, сейчас мы работаем на дизельном топливе, точнее котлы остались на дизельном, а главные и движки уже на мазуте. Сейчас наша задача перевести два вспомогательных котла на тяжелое топливо. Как и в предыдущем видео, что буду делать, буду рассказывать. Четически на всех судах, на которых я работал, сход тяжелого топлива идет из сетлинг-танка. Сетлинг-танка или отстойного танка. Мы проверяем, чтобы клапан выхода топлива из танка на котельные насосы был открыт. Если нет, то, естественно, открываем. Далее мы смотрим, как у нас идет топливная магистраль. И проверяем, чтобы все клапана были открыты на ней. На фильтра у нас все открыто, смотрим дальше. На второй насос вход, выход открыт. И также на первый топливный насос вход и выход открыт. И сейчас откроем клапана на топливную подогревание. В общем, открыли выход из танка, открыли все клапаны входа и выхода на топливных насосах. И открываем клапаны входа и выхода топлива на топливный подогреватель. Ход открыт. В принципе, видно, что и клапан выхода тоже открыт. Теперь открываем паровые клапаны. Открываем вход и выход пара на подогреватель. Открою сразу полностью, так как знаю, что автоматический паровой клапан полностью исправен, так как он новый. Открываю клапан до и после автоматического клапана. Открываю сразу полностью. Теперь открываем обратку на паровой линию. Да, кстати, в первой части видео, когда я переводил главные и движки, я открыл подогрев на паровые спутники котельной линии. Уже прошло около часа после того, как я открыл, может даже больше. То есть линия уже прогрета. Здесь у нас все готово. Теперь идем в цепу. Покажу, что необходимо делать далее. Рекомендую на автоматическом редукционном клапане снизить уставку. Клапан, по идее, не должен сразу открыться, но был случай, что клапан открылся полностью, так как топливо еще холодно. Насос дал большое давление и тем самым подорвало предохранительный клапан на подогреватель. Сильно, но засрало сепараторную, поэтому меняем уставку. Было 20 кг. Ставим в ВОЗ. Все это дело подтвердили. Ждем. И нажимаем ОК. Следующее, что нам необходимо сделать, это запустить топливный насос. Нажимаем на насос. Появляется такое окно. Ставим насос на авто. Подтверждаем. Подтвердили. И нажимаем ОК. Сразу же видно, что насос стал зеленого цвета, то есть, значит, насос начал работать. Также видно, что поднимается давление. Теперь открываем меню другого насоса и ставим его в стендбай. Стендбай. Реплай. И ОК. Нажимаем на надпись MGO, то есть Marine Gas Oil. У нас появляется окно. И здесь мы выбираем Heavy Fuel. Также подтверждаем и нажимаем ОК. Мы видим, что у нас появилась строчка с надписью Flashing. То есть, сейчас, можно сказать, у нас идет промывка и заполнение системы. Делать в этот момент ничего нельзя. Я имею в виду котлы. Запускать во время флешинга не нужно. Также важный момент. Оба котла должны стоять в ручном режиме. То есть, manual режим. Не авто, не стоп, а manual. Видно, что давление топлива 8 бар. Теперь можно немного его увеличить. Увеличим до 12. Можно, в принципе, сразу 20 поставить. Но спешить нам некуда. Также, когда запускаете насосы дистанционно, то обязательно нужно пойти и проверить состояние насоса. Чтобы не было протечки, вибраций и постороннего шума. Сейчас пойдем посмотрим. Насос работает хорошо. Протечки, шума и вибраций нет. То есть, все хорошо. Также смотрите воронку для протечки топлива из подогревателя. Рукой уже чувствую, что пар пошел. Значит, автоматически паровой клапан немного открылся. Теперь просто ждем, когда у нас закончится промывка или заполнение системы. Обычно этот процесс занимает минут 10-15. Если мне не изменяет память, то флашинг закончится, когда температура топлива достигнет 80 градусов. Но это не точно, так как котел я давно не переводил. Обычно этим занимается четвертый механик. и медленные комиссии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вспомнил, что не показал вам топливные холодильники главного двигателя и дышко. Холодильники нужны, чтобы охлаждать им биотопливо. В нашем случае температура не должна превышать 45 градусов. Это топливный холодильник главного двигателя. Это вход топлива на холодильник. Это выход. Холодильник пластический. Это вход охлаждающей воды. Это выход. Все написано. Вход пресной воды. Выход топлива. Выход пресной воды. И вход топлива. И абсолютно идентичный кулер на охлаждение МГО дизель генератора. Думаю, комментировать не стоит. Он точно такой. Ну а здесь у нас расположены дизельные топливные насосы котлов. Также перед насосами установлены топливные фильтры. И на каждом насосе расположены клапаны входа и выхода топлива. Пойдем в ЦПУ. Посмотрим, в каком состоянии у нас флажник находится. Видно, что сейчас происходит поднятие температуры топлива. Сейчас она 63 градуса. А уставка стоит 80. Ну, наверное, как я и говорил, когда температура достигнет 80 градусов, то закончится переход на тяжелое топливо. Как закончится переход на тяжелое топливо, нам нужно будет поставить в положение стоп дизельный топливный насос. Продолжение следует... Закончился флажник. Закончился, когда температура поднялась до 80 градусов. Теперь мы останавливаем дизельный топливный насос. Меняем уставку на автоматический паровой клапан. Было 80. Поставим стоп... Хотя, думаю, 115 это много. Скорее всего, температуру закинет. Ну, ничего страшного. Если что, снизим уставку. И так же ставим давление на редукционном клапане 20 килограмм. Теперь у нас практически все готово. Нам осталось только протестировать котлы на тяжелом топливе. Запускаем первый котел, а затем второй. Продолжение следует... Продолжение следует... оба котла работают сейчас покажу вам пламя через смотровые теплые сейчас выйду с собой походу на камере не видно видно что котлы работают разожгли с первого раза кстати на топливо которые мы перешли судя по анализам она очень плохое посмотрим что нам покажет не судя по анализам ничего хорошего нам не светит на этом думаю закончу подписывайтесь на канал будет материал буду загружать впереди много интересного также друг электромеханик обещал снять видео про электрооборудование ну и у меня много чего в планах вам рассказать и показать спасибо за просмотр делитесь видео ставьте лайки подписывайтесь на канал всем спасибо удачи